В эфире программа «Область культуры» в студии Ростислав Азизов и вот о чём узнаете сегодня. Творчество в новых классах. В Благовещенске отремонтировали художественную школу. Модельные библиотеки в Преамуре до 2020 года откроют три культурных учреждения, которые будут соответствовать стандартам 21 века. Музыка с этническим колоритом. Мы пообщались с музыкантами из Индии, которые ежегодно дают бесплатные концерты на набережной Амура. В Благовещенске отремонтировали художественную школу, которая в этом году отметит юбилей 50 лет. Сейчас это единственное в городе учреждение дополнительного образования детей в сфере изобразительного искусства. На ремонт двух корпусов из городского бюджета потратили 1 миллион 100 тысяч рублей. На эти средства расширили дверные проёмы, обновили фасады зданий, а главное – закупили новую мебель для художников. Сейчас в учреждении обучается около 650 детей, которые являются неоднократными победителями всероссийских и международных конкурсов. Так как у нас небольшая площадь нашего здания, всего 294 квадрата, мы мечтаем построить второй этаж вот этого здания. Ну, уже вот предварительно провели изыскания, ну, говорят, что мы можем это сделать на данном этапе. И вот постройка второго этажа нам дополнительно даст площадь, где-то учебной площади 215 квадратов. Это ещё 4 полноценных хороших класса, где, ну, дети смогут заниматься. Ещё примерно 190 детей, 190 человек в неделю ещё могут посещать наши занятия. 3D-принтеры, высокоскоростной интернет, дизайнерский интерьер, новые компьютеры и книги. В 2020 году в Преамуре откроют две модельные библиотеки. Это современные учреждения культуры, которые будут отвечать стандартам 21 века. В конкурсе участвовало около 500 библиотек со всей страны, лучшими признаны 110. Новый статус и гранты получили Благовещенская библиотека искусств и Ивановская межпоселенческая библиотека. Ещё несколько месяцев назад молодёжная библиотека имени Чехова выглядела так. Сейчас у культурного учреждения современный дизайн, яркие стены и новая техника. Обновили и книжный фонд. Работы продолжаются. Также ведётся работа по подготовке навигации в библиотеке, чтобы это было удобно. Также будет место для барной стойки, где можно будет попить кофе комфортно. В библиотеке будут качели, которые тоже в настоящий момент изготавливаются, такие декоративные качели. Молодёжь, взрослое население, дети должны приходить в комфортные условия, где им комфортно. Поэтому необходимо двигаться вперёд, и обязательно библиотеки должны быть новыми все. Это перезагрузка всех библиотек. Молодёжная библиотека первой в области получила статус модельной. На реконструкцию с федерального бюджета выделили 5 миллионов рублей. На средства города обустроили студию звукозаписи, приобрели цифровое фортепиано, акустическую систему и виниловый проигрыватель. Официально библиотеку откроют 31 октября. Я хочу сказать, что наша система библиотечная в городе, она вообще очень сильная, мощная. Представьте себе, что даже здесь, благодаря тому, что было сделано, 2000 дополнительных читателей появилось здесь. Они планируют ещё 5000 привлечь сюда, в эту библиотеку, благодаря тем новшествам, которые они предлагают. И если каждая библиотека города Благовещенска будет работать в этом направлении, я думаю, что город Благовещенск, являясь столицей Преаморья, по достоинству будет назван как культурный центр Амурской области. В 2020-м модельными станут ещё два культурных учреждения. Благовещенская библиотека искусств получила на обновление 5 миллионов рублей. Здесь появятся современные стеллажи для выставок, специализированная галерейная система. Для музыкантов приобретут цифровое фортепиано. Удивит посетителей библиотеки и виртуальный зал, в котором все желающие смогут увидеть концерты ведущих российских и мировых исполнителей не только в записи, но и онлайн. Также в рамках проекта «Культурная среда» 10 миллионов из федерального бюджета выделили Ивановской межпоселенческой библиотеки. На самом деле требования на сегодняшнее время уже изменились. И мы должны создавать инфраструктуру ту, которая соответствует данному времени. Вот к этому мы и идем сейчас. Ну а наша задача сделать максимально все для того, чтобы нашим жителям было как можно комфортнее. И тот уровень образования и обслуживания, он был на самом деле, если несовершенен, то близок к нему. В ближайшее время в библиотеке приступят к ремонту. По проекту пространство разделят на зоны, в том числе игровую для детей. В учреждении появится зал для презентации, конференции, место для учебы, чтения книг, занятий робототехникой и творчеством. Более чем на 3 миллиона мы планируем пополнить наш машинный технический парк современным оборудованием. Моноблоки, ноутбуки, современные планшеты, умный пол, сенсорный стол, виртуальные очки с программным обеспечением. Ну и, конечно же, автоматизация библиотечных процессов. Автоматизация библиотечных процессов включает в себя полный цикл, начиная с обработки книги и заканчивая её книговыдачей. У всех книг будет свой штрих-код, который позволит ускорить процесс выдачи литературы. Также на каждого читателя заведут электронный формуляр, в котором будут отмечать посещения и произведения, взятые на дом. Фонд центральной библиотеки около 46 тысяч. И хотелось бы отметить, что библиотека за последние пять лет очень пополнилась не только новыми книгами, но и, естественно, новыми читателями. С 1 июня по 31 августа у нас появилось новых читателей, 564 человека. Для них было выдано 15 558 книг, в том числе проведено 80 мероприятий и посещение библиотеки за летний период более 5 тысяч. В планах библиотекарей пополнить фонды новыми произведениями, а также разнообразить интернет-ресурс. Многие жители села читают книги онлайн. Уже через год в Ивановке появится современная библиотека с новейшими технологиями, высокоскоростным интернетом и благоустроенной территорией. В рамках национального проекта «Культура» в Ивановском районе модернизируют и другие учреждения. За прошлый год мы три домокультуры частично отремонтировали. В этом году проходят еще мероприятия у нас по четырем. И также мы заявляемся уже на следующий год в рамках программы инициативного бюджетирования. Это наша областная программа мероприятия, где выделяется миллион на те идеи, которые идут от жителей. И вот у нас практически по району на семи территориях жители изъявили желание отремонтировать частично дома культуры. Поэтому все-таки это правильно, потому что на селе дома культуры, библиотеки, школы и так далее должны быть теми точками притяжения, где жители могут, может быть повторюсь, прийти, отдохнуть, пообщаться. Не везде на селе можно куда-то выйти, и не настолько богаты наши села такими учреждениями. Поэтому нужно сделать сейчас все для того, чтобы их становилось как можно больше, и они становились как можно современнее. В рамках национального проекта «Культура» за пять лет в России откроют 660 модельных библиотек. На модернизацию учреждений культуры направят более 4 миллиардов рублей. Волонтеры культуры начали свою работу в Преамуре. Это новое направление среди добровольческого движения, которое поддерживает президент страны Владимир Путин. Сейчас в Благовещенске 80 волонтеров культуры. Их работу курирует Ольга Бондарева. Несколько лет она сотрудничает с Добровольческим центром «Прогрессия». О планах на будущее и значимости проекта нам рассказала руководитель штаба волонтеров. Волонтеры культуры – это те инициативные граждане, которые направлены свой добровольный труд именно на сохранение культурного наследия и истории нашей Амурской области. То есть на сохранение памятников, на сохранение истории о культурных личностях. Также это направлено на развитие людей, которые способны развить творчество в Амурской области. Волонтеры, безусловно, требуются, они нужны, потому что это направление нужно развивать в Амурской области. Корпус формируется, начальный этап за месяц мы сформировали 80 человек, туда входят все ребята мимо колледжа, у нас есть колледжная группа, ребята с разных учебных заведений, АМГУ, ВКПУ, и планируется фестиваль в этом году, 30 декабря будет фестиваль творчества без границ, там тоже наши ребята будут работать в качестве волонтеров культуры, и планируется набрать за год более 300 активных ребят. Музыка с этническим колоритом. Трио из Эквадора уже несколько лет подряд приезжает в Благовещен с концертами. Музыканты играют на набережной и знакомят прохожих с национальными песнями. Кстати, сейчас у группы уже есть фанаты и друзья. На одном из выступлений побывала и наша съемочная группа. Прежде чем начать свое выступление, уличные музыканты проверяют инструменты, ведь чистое звучание – залог успеха, признается руководитель группы Луис Вильегас. Естественно, некоторые инструменты делаем самостоятельно, некоторые просим, чтобы изготавливали мастеры на родине, исходя из наших потребностей. И в основном, это то, что характерно в Южной Америке, это инструменты сделаны из природных ресурсов, где мало отсутствует металл. И поэтому то, что мы делаем, как для себя, мы уже начинаем понимать, воспитывать иногда. И поэтому в итоге получается очень хороший принцип, который мы хотим. Это выражаем наше внутреннее, наше состояние души через эти инструменты. И когда это получится, как мы хотим, это вообще очень колоссальное душевное удостоверение. Общий вес всех инструментов, которые берут музыканты в путешествия – 140 килограммов. В арсенале музыкантов около 50 различных инструментов, которые олицетворяют различные звуки природы. Например, в моих руках инструмент под названием чахча, который сделан из орехов. Он олицетворяет звук воды. Сампони Тили Чаранга. В изготовлении этих инструментов используют копыта, ламы, кактус, панцирь, броненосца. Есть у Луиса и любимые инструменты. Эзбуки природы, эзбуки ветра, дождь. Эзбуки природы, которые нас питаются. И когда придет определенный момент, мы уже начинаем сочинять такие моменты. И получаются иногда хорошие композиции. Вот этот музыкальный инструмент, который есть у многих коренных народов на Востоке, и на Аляска, и здесь у вас. Это называется по-разному, в разных местах. Это как варган, это хамус. И тоже как извлекает это многие звуки природы. И единственная разница из нашей культуры, что этот инструмент сделан из металла. Но, естественно, это очень мне в данный момент привлекает и мне очень нравится. Вместе с Луисом играют его старые друзья Хосе Каньямор и Румми Малис. 22 года назад они решили покинуть родной дом, оставить жен, детей и отправиться в бесконечное путешествие. Трио уже побывало почти во всех европейских странах, а в России народные музыканты объехали более 200 городов. Нас очень многое значит, когда нам говорят, вот ребята, вы сдали вас. И когда мы осознаем, что есть люди, которые нас ждут здесь, это, конечно, мы сближаем нашу дорогу сюда. Это в Россию в том числе. Это как примет получается, но более объективно это и душевная составляющая, заключается в том, что это обояние природы и обояние людей. Между нами вот эта река Амура. И в таком духе есть такой источник вдохновения, который нам дает ощущаться спокойствие, это вдохновение. В своих выступлениях музыканты используют национальные костюмы, чтобы точно передать дух и особенности культуры индейцев. Однако музыканты исполняют не только народные напевы, но и современные и популярные в Европе мелодии в собственной обработке. Зрители всех стран такую музыку принимают и понимают. На этом у меня все. Будьте с культурой на «ты», проводите время с пользой. Пересмотреть этот выпуск и другие наши программы вы можете на сайте amrobel.tv. Еще больше информации на страничке Instagram. До новой встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова